Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать на новику серию веселых обвелений авторой. Это значит то, что мы в очередной раз будем смотреть интересную подборочку с тачками, которые прямо сейчас продаются, и это все самое интересное из мира автомобилей, что прямо сейчас находится в продаже. Поэтому, друзья, по классике жанра, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра, погнали смотреть сегодняшнюю подборку. Знаете, друзья, в этом выпуске нас ждет как минимум три автомобиля, которые будут, ну, так скажем, с необычным тюнингом, назовем это так. Итак, и вот первый из них, Mercedes, CLS, и вот сейчас, внимание, кто-то мог подумать, что, типа, ну, может быть, это 63-й, ну, типа, ну, как бы, на вкус и цвет все-таки, может быть, заряженный Mercedes-Banam 63-й решили преобразить, выделить еще больше, казалось бы, AMG, ну, как бы он сам выделяется по себе, но, может быть, кто-то захотел его еще более выделить, но нет, друзья, не все так просто. Дело в том, что это 350-й CLS, на котором, или я даже не знаю, как правильно вот это сейчас все прокомментировать, в общем, его немножечко так преобразили. Ну, мягко говоря, непривычно вообще в целом видеть какой-то бодикит на банане. Не, ну, как бы, в принципе, 218-й кузов, он сам по себе довольно симпатично выглядит, но вот тут вот решили, ну, так скажем, поэкспериментировать, а может быть и не экспериментировать, а изначально была мысль сделать что-то подобное. Но, значит, у автомобиля бодикит, честно, вот если бы я так вот просто увидел, я бы даже не понял, что это, мы сейчас в описании прочитаем, возможно, это какой-то суперэксклюзив, но выглядит на 350-м, опять же, я все-таки буду акцентировать свое внимание, что это как бы не пушка-гонка, это 249 сил, обычный гражданский банан. И, кстати, вот пока вот, вот еще у меня сейчас сразу вопрос возник, машина 15-го года, написано, что это рестайлинг, то есть, по сути, в 2015-м году как раз-таки 218-й кузов появился, ну, обновился, вышел рестайлинг, начал появляться, производиться, скажем так, и как бы все логично, но нелогично, что здесь оптика от до реста, то есть передняя оптика это до рестайл, то есть вот такие вот реснички у рестайла уже идут как бы там, ну, немножечко все по-другому. У меня был 400-й ЦЛС рестайлинговый, и как бы, ну, и вообще в целом тут сразу это бросается в глаза, но при этом, при всем, если мы посмотрим в салон, здесь действительно экран как уже на ресте, то есть приборка экрана это уже рестайлинговая, и в целом вот в салоне видно, что это рестайл. То есть получается, что это рестайлинговый мерс, на который поставили оптику переднюю от до реста, почему-то, и сделали, ну, как бы, внешний тюнинг, если можно опять же это так назвать. Вообще все очень странно, и очень вот как-то сразу вот, да, ассоциация с каким-то NFS, кстати, очень круто, что есть много фотографий, прям до мелочей, ну, потому что, ну, вот как бы, вот эти вот всякие элементы, вот это вот расширение, ну, это сразу вот, да, вот этот вот тюнинг из середины начала нулевых годов, и... Я даже не знаю, давайте просто прочитаем описание. Кстати, на секундочку, машина продается с 1 сентября 2020 года, то бишь уже несколько месяцев, то есть это 350-й дизель, 3-х литровый, 249 сил, то есть это даже не бензин, кстати, да, вот на этом тоже надо было акцентировать внимание, который сделали внешний под спорт, но у меня даже вопрос, ладно, хорошо это дело вкуса, почему оптика передняя сменилась на более старую, скажем так? Ценник 3 миллиона 050, с одной стороны как бы многовато, с другой стороны оригинальный пробег, если он, опять же, оригинальный, указан 17 тысяч километров, ну, с учетом пробега еще ладно, один владелец, ДТП тоже тут не обнаружены, но вот как бы... А, вот, установлен оригинальный японский обвес компании VIT, диски 18-й радиус, ну, диаметр, ну, ладно, японский оригинальный VORG, ага. То есть, получается, 350-й дизель, который с виду выглядит... У меня еще вопрос, как бы, почему 18-е катки, то есть они же реально смотрятся маленькими, ну, типа, можно сюда было что-то, ну, понятно, там полка, как бы, может, я не знаю, настолько просто... Ну, это же, ну, вообще не смотрится на банане, и, честно, я вот этот вид, или, как там, японский бодикит первый раз слышу. Опять же, четырехствольный выхлоп на дизеле, на дизеле. Ой, ладно, в общем, это дело вкуса, друзья, просто вот ради интереса, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам внешний вид данного ЦЛС-350Д. Вот просто, что вы скажете, а мы двигаемся дальше. Следующий автомобиль, Mitsubishi L200, третье поколение, 2000-й год, то есть, ну, как бы, ну, рабочая лошадка, 220 тысяч километров прошла, ну, допустим. Комментарий продавца. Авто в хорошем состоянии, звоните, пишите, продаю срочно. Все, вроде бы, неплохо, и даже автомобиль, в принципе, продан. 20 февраля объявление появилось, и уже машина продана, это, как бы, нормальный результат, но меня здесь волнует немножечко другое. Ладно, фотографии не очень удачные, но, блядь, что произошло? Что произошло с этим L200? Почему у него жопа от Рейджровера Спорт? Как бы, как это, блядь, как это получилось? Нет, мы видали многое, но мне кажется, чтобы Mitsubishi L200 с жопой от Рейджровера, то есть, это реально, как бы, вот, остался пикап, но при этом, задний бампер, фонари, я не знаю, как, вот, то есть, вот, мне просто, во-первых, неинтересна идея, как возникла вообще. То есть, это не старый, причем, Рейндж, это, как бы, вот, ну, вот, как бы, там, года 13-14 Рейджровер Спорт, это реально вот это вот жопа. То есть, это как-то, то есть, случайным образом просто пришла идея, или, может быть, ну, то есть, вообще, почему 2000 года L200 вдруг стал, так скажем, превратился немножечко в Рейджровер. Ну, то есть, вот, вот, это смотрится, во-первых, я, жалко фотографии, не очень удачные. Вот, просто на секундочку, я вот сейчас представил, я еду за рулем, и меня, вот, в пробке, например, обгоняет этот L200, я, как бы, вижу этот автомобиль уже сзади, и я, реально, вижу Рейджровер Спорт Пикап. Это первая мысль, как, ну, правда, там остался логотип Ницубиси, ну, ладно, как бы, это не важно. Я бы, все равно, как бы, не понял ничего вообще, что происходит, и мне стало бы, наверное, немножечко не по себе, реально. Но, как бы, вот, такое вот, где это все, кстати, дело продавалось? Автомобиль продавался в Москве, поэтому, друзья, если вы вдруг встретите в городе, пожалуйста, снимите там сториз, что-то, отметьте меня, потому что частенько такое бывает, очень, реально, очень часто мне отмечают в сториз, и когда кто-то, вот, в своем городе видит ту или иную тачку, которую мы смотрели в веселых объявлениях, поэтому мне было бы интересно, мне было бы интересно на это взглянуть, а мы двигаемся дальше. Ну, и, пожалуй, вот, немножечко мы сейчас отойдем от темы тюнинга, но сначала посмотрим на Lexus NX200 Turbo, который, как бы, ну, 14-го года, свежак, скажем так, машина не старая, ей, ну, правда, уже 7 лет, 14-й год же был вот недавно, ну, ладно, 7 лет машине, NX200T, ну, то есть, типа, кроссовер, современный, Lexus, все классно, но решили его выделить, скажем так, потому что, ну, блин, на самом деле смотрится круто. Я вообще очень сильно люблю, я об этом всегда говорю, я люблю переделки, когда делают из машин, которые, вы знаете, вот, ну, вот, банально, глядя на которую, ты даже не думаешь о слове тюнинг, и когда ты видишь как раз-таки, вот, ну, типа, NX, кто бы мог подумать, что с ним может произойти такое? Поэтому сразу, вообще, респектуоз владельцу за то, что он просто, как бы, вот, взял и сделал, потому что он любит свою машину, ему нравится, он хочет, чтобы она выглядела вот так, он хочет, чтобы она выделялась, и он это сделал. Я думаю, со мной многие согласятся, потому что это смотрится реально круто. Ну, как бы, непривычно, потому что это Lexus NX, который не тюнингует, на них ездят просто люди, просто эксплуатируют каждый день, как обычный кроссовер, да, то есть, ну, типа, это обычный автомобиль. Хороший, довольно дорогой, потому что сейчас я даже боюсь представить, сколько стоит новый NX, то есть, кроссовер, но с ним сделали вот это, и это очень круто, я сразу вот просто вот, ну, прям вот, ну, мне кажется, прям получилась конфетка. То есть, я не скажу, что мне в целом NX нравится, ну, потому что, ну, что такое NX? Обычно, опять же, повторюсь, уже четвертый раз, ну, я просто, из меня выпирает это все, потому что это реально круто, когда люди делают из обычных, казалось бы, автомобилей что-то вот такое кастомное, что-то крутое. Это же нужно было вот, как бы, идею придумать, вот эти вот, вот это, опять же, все это вот, вот прям, ну... Поэтому, друзья, напишите в комментариях, нравится ли вам подобное вот что-то, ну, я говорю, здесь вот... Даже не то, что это NX, а то, что это тачка, вот, опять же, повторюсь, которая вообще не ассоциируется с словом тюнинг. То есть, ну, типа, вообще. И вот, как бы, вот. То есть, у нас недавно была Sonata, старенькая, которая тоже вот, ну, она была реально стильная. Это тоже автомобиль, который, ну, люди не тюнингуют подобное. И вот здесь похожая ситуация, только уже с более современным автомобилем. Поэтому это прям лайк, а мы двигаемся дальше. Ну, а теперь подъехал эксклюзивчик. Мало того, что эксклюзивчик, то тут еще такие, знаете, нотки экзотики какой-то. Потому что Альфа Ромео 8С Компетитионе. Ну, как бы, если уж полностью, а так 8С, которая нам известна по всяким Need for Speed'ам и так далее. На самом деле, вот если по большому счету, ну, вот я лично не фанат Альфа Ромео, прежде всего. Во-вторых, я не очень понимаю этот автомобиль. Это действительно редкий автомобиль, их было выпущено крайне мало. И плюс ко всему здесь указано, что это единственный экземпляр Российской Федерации. То есть всего в мире 500 автомобилей, один из них в России, и вот он. Поэтому отсюда цена 22 миллиона рублей за тачку 2008 года. 7000 пробег. В ДТП не участвовал, в родной краске. Ну, типа, состояние, ну, я думаю, что отлично, скажем так. Потому что 7000 километров на ней практически не ездили. Но сама машина, то есть это вот, ну, как бы, реально должен быть либо кто-то фанатом Альфа Ромео, либо нужно быть фанатом чего-то необычного. То есть, типа, ну, вот эти ураканы, да, то есть, как бы, ну, что это такое? Ну, они на каждом шагу. А вот 8С, она одна в России. Поэтому, как бы, вот так вот. Но по технической части автомобиль, ну, очень скучненький. То есть назвать его прям каким-то супер-гиперкаром вообще язык не поворачивается. Это просто красивый такой вот, вот, как бы, вот такой красненький автомобильчик, который может неплохо ехать. Но при этом, если он станет с какими-нибудь оппонентами, скорее всего... Точнее, не оппонентами, а с конкурентами. Если он станет с какими-то конкурентами, он, скорее всего, останется позади. То есть, ну, как бы... А, кстати, вот у нас 4С, если я не ошибаюсь, тоже довольно редкий Альфа Ромео. Он, кстати, продавался. Как-то мы с вами видели объявление. То есть, 4С было. А вот 8С еще ни разу не продавался, потому что он один, собственно говоря, вот единственный существующий в России на данный момент. 4С, конечно, еще такой более младшая версия, скажем так. Но их не так мало, я так понимаю. Но тоже редкость. Я, как бы, вживую не видел ни ту, ни другую. Ну, а так, по сути, 4.7, объем, 450 сил, робот и задний привод. Ну, то есть, как бы, в 2021 году, я думаю, что какой-нибудь дизельный кроссовер на чипе спокойненько объедет этот автомобиль. Но здесь история, я считаю, что все-таки немножечко не о гонках даже. Может быть, она неплохо рулится и классные эмоции дает. Ну, точнее, не может быть, скорее всего, так оно и есть. Но здесь, мне кажется, все равно этот автомобиль просто для того, что вот он редкий, что это Альфа Ромео 8С, которая одна в России. 22 миллиона рублей. Ну, я бы, вот, ну, это прям не мое. Это прям не мое, но, тем не менее, я уверен, что есть люди, которые любят эксклюзив какой-то, да? Альфа Ромео, вообще, может быть, итальянские автомобили. Поэтому, как бы, вот так вот. Вот как-то так. Ну, а мы переходим к финальному объявлению. Друзья, ну, и напоследок, тачка, которая заслуживает внимания. И, может быть, сейчас многие удивятся. Типа, Санек, ты не перепутал местами? Может быть, Альфа Ромео заслуживает внимания? Но, честно говоря, как по мне, вот эта тачка заслуживает его больше. Во-первых, к своему стыду я скажу так. Я даже, может быть, когда-то что-то слышал. Но вот так вот я даже бы, если бы мне сказали, что есть Субару Джасти, типа, Джасти, я бы вряд ли сразу вот-вот как бы вспомнил, что это такое. Оказывается, такое есть. И это очень интересный автомобиль. Продается он в Омске за 230 тысяч рублей. Что вроде как бы и немного, но 89-й год, ну, ладно. Ну, типа, все равно. Сейчас даже, блин, всякие Е34, которые раньше стоили по 70, по 60 тысяч, стоят 120, 140, 150. Поэтому, хрен знает, сейчас очень странная ситуация вообще с ценами происходит на автомобиле. На все. На новые, блядь, на малый БУ, на очень старые, на вед. Сейчас пиздец, короче. Поэтому 230 это нормально. Это реально нормально. В чем прикол? Дело в том, что вот эта малышка, она, во-первых, полноприводная. То есть, ну, типа, это хэтчбэк трехдверный. Довольно старенький, 89-го года. Ну, допустим, даже если взять восьмерку, да, нашу, ВАЗ-2108. То есть тоже трехдверный хэтчбэк, который стоит всяко дешевле. Передний привод. Нормально, допустим, да, как первая машина. А здесь полный привод. Но при этом при всем... Сейчас, внимание, внимание. Мы сейчас заглянем в опис... А, кстати, тут есть примеры, вот, как выглядят уже такие гоночные варианты, скажем так. В описании указано следующее. Эксклюзивная пушка-гонка, мотор К3Д, 170 сил. Прибавьте к этому полный привод, независимую заднюю подвеску, механику, левый руль и реальный вес 750 килограмм. Я, как человек, который в свое время гонял в ралли-спринтах, точно так же по льду, по снегу, по грунту, вот это вот все, это все я помню. Я просто понимаю, что если бы я сейчас вот участвовал в этом всем, я понимал бы, что это, сука, читерская хуйня. Потому что я просто боюсь представить, что она может реально вытворять. Она маленькая, она юркая, она мало весит, полный привод и там 200 сил, это 170, да даже, блядь, 120, это уже как бы вот для такого покрытия, для таких задач это прям очень круто. С другой стороны, конечно, хуй знает вообще, что по запчастям на вот это все, потому что, ну, Субару Жасти, я не думаю, что можно там на разборке найти что-то прям в легкую. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, не так все сложно, в любом случае, это очень интересный автомобиль. Я говорю, если бы я участвовал в ралли-спринтах, это, это однозначно я бы захотел. Ну, потому что я представляю, что она вытворяет. То есть, это реально легкий автомобиль с неплохой, очень неплохой мощностью, на полном приводе, на механике. Так что, вот такой вот Субару Жасти, веселый, полноприводный хэтчбэк, трехдверный. И, мне кажется, эта тачка действительно достойна внимания. Так что, друзья, будет очень интересно почитать ваше мнение в комментариях, вот, что вы думаете про этот автомобиль, я считаю, что он вообще прикольно выглядит, на самом деле. Такой, прям, такой бодренький малыш, не знаю, прям, мне очень нравится. Он чем-то напоминает жопы Кадет, мне почему-то кажется. Ну, как бы, хуй знает, может быть, не особо напоминает, но что-то есть, или какой-нибудь, ну, что-то от Кадета от Фонари похоже, если брать Кадет хэтчбэк. Или какой-нибудь пыжик там, тоже там, из стареньких. Ну, ладно, это уже не важно. Главное, что вот этот автомобиль существует, и конкретно эта тачка продается в Омске. Это реально, вот, прям, очень бы я хотел прокатиться, честное слово. Мне интересно было его вот так вот погонять по льду, по снегу, вообще понять, что она может и что она вытворяет. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, ставьте лайк, если вам нравится, смотрите рубрику «Веселое бюленье» на моем канале. Подписывайтесь на канал, если вы впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. И оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.